Итак, история такова. Примерно полтора года тому назад, во время раскопок, режиссер студии документальных фильмов о сцене Конторджиев выиграл у меня на паре чудесную серебряную монету. Эта античная монета висит у вас на шее, как кулон. Интересно. Я слышал от вашего деда, что ваш жених работает режиссером на студии документальных фильмов. Там, разумеется, работает много режиссеров. Но только невеста Асена Конторджиева могла одеть эту монету. Вы согласны с ним? Как я узнал его? Ну, а как вы узнали, что он уже внизу? Очень просто. Вы ждали его, поэтому и одели эту монету, его подарок. А то, что Асена уже здесь, видно прежде всего вот по этой отметке. Крохотный след от вашей собственной губной помады. А Асена поцеловала сначала в губы, а потом сюда. Почему смутились? Я оскорбил вас? Нет. Вы же не сказали ничего такого, что могло бы задеть меня. Меня поцеловал мой жених. Так на то он и жених, чтобы целовать с ним. Вообще, давайте закончим наш разговор, потому что нас действительно ждут. Видите? Надо было сразу сказать. Мой жених Асен Конторджиев знает вас, хочет вас видеть и ждет вас внизу. А вы что-то о книгах, о глазах. В большинстве случаев и вакуум Захов удивительно поздорливы. А сейчас вы говорите просто наобум. Дайте мне платок. Пожалуйста. Где? Вот здесь. Так, стоп, благодарю вас. Сейчас несколько минут перерыв. Владимир Григорьевич, посмотрим, давайте, и надо что-то там с камином сделать, там с пламенем что-то не получается. Олег Григорьевич, вы подойдете сюда на секундочку? Да, да, я идем. По-чему, из-за этого. Здрауч bayido. Так, стоп, благодарю вас. Как? Парちゃкайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавил ДimaTorzok 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 Долго бы еще просидел здесь Совсем не знал, чем заплатить Да-да, рассказывай, не знал, чем заплатить Что вы говорите? Нужно спросить, куда и в какие края ехать Извиниться в Саратовской губернии, в собственно деревне Ах-ха В Саратовской губернию, а, врёт, врёт и не покраснеет, о да С ним надо ухо во строп Что вы говорите, что? Благое дело, говорю, изволили задумать Ведь вы чай более для собственного удовольствия путешествует Нет, батюшка меня требует Рассердился старик, что до сих пор ничья не выслуживал в Петербурге Он бы так вот приехал, тут сразу тебе Владимира в петлицу и дадут. Я сначала послал его самого потолкаться в канцелярию. Прошу посмотреть, какие пули отливает и старика отца приплелая. И надолго, извольте ли, ехать? Правда, не знаю. Ведь мой отец упрям и туп старый хрен, как бревно. Ну, я вам прямо скажу. Как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что, в самом деле, я должен погубить свою жизнь с мужиками? Теперь не те потребности, душа моя жаждет. Просвещение. Славно завязал узелок. Врет, врет и нигде не оборвется. А ведь какой невзрачный на вид-то, кажется, ногтем бы придавил его. Что я? Справедливо, изволили заметить. Ну, что можно сделать, глушит? Вот хотя бы здесь ночей не спишь, стараешься для отечества. Не жалеешь ничего о наградах. Неизвестно еще, когда будет. Кажется, эта комната несколько сыра. Да, скверная комната. И клопы? Такие, каких я в жизни не видывал. Мам. Ну, пожалуйста, как собаки кусают. Скажите, такой благородный человек и должен терпеть от кого же? От каких-то негодных клопов, которым и на свет-то не следовало родиться. Никак, даже темно в этой комнате. Совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда хочется что-нибудь сделать, почитать или придет фантазия. Сочинение читать? Не могу. Темно. Темно. Включите свет, пожалуйста. Начали. А, Сэн, как ты узнал, где я готовлю кофе? Ведь ты же впервые у меня в гостях. Это я ошибаюсь, дружище. Знаешь, вчера, когда мы прощались с ней, я случайно посмотрел на твой балкон и заметил, что дверь открыта. Дул сильный ветер, и дочь попадала к тебе в комнату. Как-никак, ты не друг, и я решил сам закрыть дверь. Я взобрался по стволу вишни и с успехом выполнил свою задачу. Вот, спасибо. Ну, Виолетта, ты можешь представить себе мое удивление? Когда я спустился вниз, я вдруг заметил, что он стоит под балконом. Ты же стоял подперев стену и мечтал, словно влюбленная девица, да? На мгновение Аввакуму показалось, что перед ним какой-то исключительный, непостижимо сильный человек. Значит, Асен наблюдал за ним, разглядывал его в темноте. Ну, я надеюсь, ты не сердишься на меня за этот ночной визит к тебе. Все-таки, как-никак, я пришел к тебе с добрыми намерениями и, как мне кажется, сделал хорошее дело. Да, за которое будешь, соответственно, вознагражден, когда настанет срок. Прекрасно. Значит так, следующий кусок, Олег Ульянович, у нас в комнате Асена Кантарджима. Я прошу вас пока с художником подойти в костюмерную и окончательно решить с костюмом. Ты меня сейчас слышишь? Слышу. А мы сегодня собирались озвучивать. Мы успеем это сделать? Успеем. Я думаю, что у нас полчасика. Мы выиграем, выиграем. Нет, это совсем мало. Это вообще даже рубки-то рубки. Александр Александрович Комиссаров, Борисович Вершилов. И первые свои шаги, так сказать, я сделал вот по сцене художественного театра, будучи студентом студии МХАК. Маленький эпизод. В 1956 году я был приглашен в Ленинград, в Ленинградский театр Миленского комсомола. О, это совсем другая. Ваша первая роль в этом театре? Моя первая роль Гоша Филиппов в пьесе «Чудесный сплав» Кершона. Самая моя так ранее любимая роль. Сыграл также Обломова в этом театре. Как сыграл, конечно, наверное, не очень хорошо. Но все дело в том, что сыграть такую роль на второй год существования в театре, выпускнику театрального института, это очень интересно. Правда? Сложный интерес. Сложный, конечно, сложный интерес. Вот. А в 1959 году был приглашен, будьте любезны, Галстук, да? Хорошо. В 1959 году был приглашен Георгием Александровичем Торстоноговым, главным режиссером Большого драматического театра имени Горького, на роль Степана Лукина в пьесе «Горького варвары». Вот. И это была моя первая роль на сцене Большого драматического театра, на которой я до сих пор и работаю. Вот это мне нравится. Большое спасибо. Вот такие, Вадим. Только я завязывать не умею. Мне завяжете, да? Я поможет. Я думаю, что не только мне, но и любому актеру все роли сыграны им очень дорого. Даже те, которые неудачно сыграны. Потому что каждая из них отдается часть души. Сердце, крови. Как Станиславский сказал, роль – это ребенок. Бывают удачные, бывают неудачные дети. Но все они. Любимые. Иногда даже задают такой вопрос. А любите ли вы играть отрицательные роли? Вопрос, мне кажется, не имеющий права даже на существование. Потому что, если хорошая роль, отрицательная, конечно, ее приятно очень играть. Тем более приятно, когда она оттеняет то положительное, тот положительный заряд, положительную идею, которая есть в пьесе. Или есть в стоящем с тобой рядом положительном персонаже. Вот, например, играл я роль в пьесе Фигерейду «Лиса и Виноград». Большое спасибо. Спасибо, спасибо. «Лиса и Виноград». Роль философа Ксанфа. Человека, имеющего две извилины в мозгу, но считающим, что он является одним из передовых философов своего времени. Моя жена ушла. Она оставила меня. Ушла. Что мне делать, Изоп? Однажды кошка подружилась с... Хватит твоих проклятых басен. Кошка, мышка. Моя жена меня бросила. Думаю, сейчас время рассказывать басни. Как прикажешь, я могу и не рассказывать. Изоп. Ты очень любишь свою жену? Конечно, люблю, но не это меня угнетает. Если бы я оставил свою жену, никто ничего не сказал бы. Но когда жена бросает своего мужа, все смеются над ним. Я философ, Изоп. Никто не должен смеяться надо мной. Женщины вообще терпеть не могут философов. Изоп, весь город будет смеяться надо мной. Надо мной тоже смеется весь город. Изоп, что мне делать? А если я скажу, что делать? Ты дашь мне свободу? А ты сможешь делать так, чтобы моя жена вернулась? Я ее верну. Тогда я дам тебе свободу. Что мне делать? Дай мне денег. Денег? Денег. Да, еще денег. Да, ну, что мне делать? За такие деньги никакая женщина не возвращается домой. Мало? Ты хочешь разорить меня? Дай мне много денег. Дай мне весь мешочек. Весь мешочек? На. Ты что? Хочешь, чтобы кроме своей жены я потерял еще и свое богатство? Дай мне все деньги, что есть при тебе. На. Изоп, а ты убежден, что тебе понадобится так много денег? Ксамов, ты хочешь, чтобы твоя жена вернулась? Да. А может, она вернется за эту сумму? На. Не собираешься ты удрать своими деньгами, Изоп? Изоп, изоп, изоп. Александр, у тебя есть еще мешочек? Не дай, не дай, не дай, не дай. На. Теперь скоро твоя жена вернется. Где же это может быть? В таком хаосе вопрос, где он может быть, наивен. Легче решить, где этого предмета быть не может. Эмпетит. И. Ксамов, ты хочешь, чтобы не было ответственности. Эмперия, вот. Эмперия, вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, товарищ, слушайте, это же маятник-то в кадре, совершенно же не качал. Не волнуйтесь, будет ходить он, в своё время всё пойдёт. А не будем больше повторять? Нет, нет, всё в порядке, на сегодня достаточно. Если вы имеете дело с актёром, спросите любого актёра. Каждый актёр хочет как можно больше работать. Как можно больше работать. В театре, конечно, первым делом, в кино, на телевидении, на радио, где угодно. Лишь бы только работать, лишь бы совершенствовать своё мастерство. Я убеждён, что любой в глубине души не может сказать, да, я освоил, так сказать, все премудрости своей профессии. Нет, каждый из нас хочет играть как можно больше хороших, интересных ролей. Вот встречаются два актёра, и обязательно, если давно не видели друг друга, ну как дела? Работы много, это главное в нашем деле работать. Мало того, есть масса примеров, когда актёр осваивает как бы смежную специальность. Вот тут режиссура. Ну вот, пожалуйста, последний пример. Сергей Юрский дебютировал в нашем театре как режиссёр, поставив пьесу Булгакова «Мольер». Я с громадным удовольствием репетировал вместе с этим новоиспечённым режиссёром и играю с не меньшим удовольствием роль Людовика XIV в этом спектакле. На предсмертной исповеди она мне это подтвердила, Ваше Величество. И тогда я даже не счёл нужным допрашивать актёра Лагранжа, дабы не раздувать это гнусное дело. И следствие я прекратил. Ваше Величество, Мольер запятнал себя преступлением. Впрочем, как будет угодно судить Вашему Величеству? Благодарю Вас, мой архиепископ. Вы поступили правильно. Я полагаю, дело выясненным. Вызовите сейчас же директора театра «Поля-Ройаль» господина де Мольера. Снимите караулы из этих комнат. Я буду говорить наедине. Архиепископ, пришлите ко мне этого Муарона. Слушаю, государь. Великий монарх. Видно, королевство-то без доносчиков существовать не может. Помалкивай, шут. Чини башмак. А ты не любишь доносчиков? Чего любить такая сволочь, Ваше Величество? Захария Муарон? Так, Ваше Величество. Вы в клавесине сидели? Я сир. Господин де Мольер вас усыновил? Я вам задал вопрос. Да. Актерскому искусству он вас учил? Я вам задал вопрос. Он. Каким побуждением руководствовались, когда писали донос на имя короля? Здесь написано, желая помочь правосудию. Так, желаю. Верно ли, что он вас ударил по лицу? Верно. За что? Его жена изменяла ему со мной. Так. Это не обязательно говорить на допросе. Можно сказать так. По интимным причинам. Сколько вам лет? 23 года. Объявляю вам благоприятное известие. Донос ваш подтвержден следствием. Какое вознаграждение желаете получить от короля? Денег хотите? Ваше Величество, позвольте мне поступить в Королевский Бургонский театр. Нет. А у вас сведения, что вы слабый актер, нельзя. Я? Слабый? А в театр Дюмарей? Тоже. Нет. А что же делать мне? Зачем вам эта сомнительная профессия? Актер. Вы ничем не запятнанный человек. Если желаете, вас примут на королевскую службу. В сыскную полицию. Подайте заявление на имя короля. Оно будет удовлетворено. Можете идти. На, осину. На, осину. Шут! Господина де Мольера. Подожди. Сир. А чему и с таким спутником явились вы? В то время как вызывали вас одного. Верный ученик мой, актер Де Лагранж проводил. У меня, извольте ли видеть, случился сердечный приступ, и я сам дойти не мог. Я надеюсь, я ничем не прогнилил, ваше величество. У меня, извольте ли видеть, несчастье случилось. Извините за беспорядок в туалете. Мадлена Бежар скончалась вчера. А жена моя, Армандо, в тот же час бежала из дому. Все бросила, представьте. Комод. Кольца валяются. Даже платьев не взяла и безумную записку оставила. Святой архиепископ оказался прав. Вы не только грязный хулитель религии в ваших произведениях, но вы и преступник, вы безбожник. Объявляю вам решение по делу о вашей женитьбе. Запрещаю появляться при дворе, запрещаю играть в Тартьюфа. С тем только, чтобы ваша труппа не умерла с голоду, разрешаю вам играть в поле рояля ваши смешные комедии. И ничего более! Не бойтесь показаться мне на глаза. Лишаю вас покровительства короля. Ваше величество, это же бедствие хуже плахи. За что? За тень скандальной свадьбы, брошенную на королевское имя. Уходите. Уходите. Извините, я не могу подняться. Уходите. Прием окончен. Что же это такое? На, яблочко. А Сэн опоздал на каких-нибудь 10 минут. Интересно, что он скажет Виолетте. Олег, немножко не попал. Да-да-да, я заметил, 10 минут. Да. Да, Ассен опоздал на каких-нибудь 10 минут. Интересно, что он скажет Виолетте. Ну, прекрасно. А слово Ассен, по-моему... Ничего, там можно подтянуть, монтаж это подтянет. Значит, все? Все в порядке. Хорошо. Олег, сейчас начнем сцену с Ассеном. Спустись, пожалуйста, в гримерную, чтобы потом не тратить перед прогоном времени. Ладно? Хорошо. Остановите проектор, все записано. Почему именно Чехов? Односложно, на этот вопрос ответить, видимо, просто нельзя. Но, знаете, видимо, впечатления детства и ранней юности все-таки остаются на всю жизнь. А я имел счастье пересмотреть все спектакли Московского художественного театра, когда был еще совсем молодым. И в том числе знаменитые чеховские спектакли. Дядя Ваня, Три сестры, Вишневый сад. Замечательными исполнителями. Вообще, это были уникальные спектакли. Уникальные они были по тому духу, который... По той атмосфере, которая охватывала вас с самого открытия занавеса. И вот на всю жизнь во мне осталось вот это ощущение, которое трудно передать словами от чеховских спектаклей Московского художественного театра. И вдруг я узнаю, что Георгий Александрович Товстоногов в нашем театре собирается ставить пьесу Чехова «Три сестры». И я буду репетировать роль Андрея Прозерова. Андрей Сергеевич, думай, что это не мои, казенные. И я их выдумал. Вот где? Куда ушло мое прошлое? Когда я был молод, весел, умен? Когда я мечтал и мыслил изящно? Когда настоящее мое и будущее одарялось надеждой? Отчего мы, едва начавши жить, становимся сердцем, ушны, неинтересны, равнодушны, бесполезны, несчастны? Город наш существует уже 200 лет. В нем 100 тысяч жителей. И ни одного, который не был бы похож на других, ни одного подвижника ни в прошлом, ни в настоящем, ни одного ученого, ни одного художника, ни мало-мальски заметного человека, который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать ему. Только едят, пьют, спят, потом умирают. Родятся другие и опять едят, пьют, спят. И чтобы не отупеть от скуки, разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством. Жены обманывают мужей, а мужья лгут, делают вид, что ничего не видят, ничего не слышат и неотразимо пошлое влияние гнетет детей. И искра Божия гаснет в них. И они становятся такими же жалкими, похожими друг на друга мертвецами, как их отцы и матери. Чего тебе? Бумаги подписать. Надоел ты мне. Сейчас швейцар из казённой палаты рассказывал, будто, говорит, в Петербурге был мороз в 200 градусов. Настоящее противно. Но зато, когда я думаю о будущем, то как хорошо. Становится так легко, так просторно, и вдали забрежит свет. И я вижу свободу. Я вижу, как я и дети мои становятся свободны от праздности, от квасу, от сна после обеда, от гуся с капустой, от подлого тунеядства. Две тысячи людей помёрзло, будто. Народ, говорит, ужасался. Вот ни то в Москве, ни то в Петербурге. Вот не упомню. Милые мои сёстры, чудные мои сёстры, Маша, сестра моя. Ладно, пересмотрю. И что надо, подпишу. А ты снесёшь опять в праву. Да, знаете, и репетировать эту пьесу было безумно трудно и в то же время очень интересно. Ну, интересно и трудно, видимо, потому что это Чехов, и потому что репетировал, работал Георгий Александрович Товстоногов вдохновенно, очень интересно. Ставил нам сложнейшие задачи, и мне в том числе. И ещё потому, что впервые я встретился в этом спектакле с большим кругом актёров нашего театра, в которых я постоянно учился и учусь. Это Шарко, Попова, Стрижельчик, Лавров, Капелян. Олег Павелевич, на ваш сёстре уходи. А, иду. Извините, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну как тебе? Понравилось? Неплохо. Очень даже неплохо. Неужели? У тебя есть какое-то мнение? Ты же видел всего три картины. Как? Почему все три картины? Почему? Ты знаешь, у меня дома есть прелестный магнитофон. Мне его подарил в Канах один французский режиссер. Я уже здесь, в театре, вспомнил, что оставил его включенным. Я выскочил из театра, взял машину и помчался домой. Ты не представляешь себе, что это за вещь? Простите его, Вяля. Причина действительно уважительная. Ну, главное, что ты спас ценную вещь. Черт из-за, все сгорело. Улыбнитесь ему, Вяля. Человек, в его положении действительно нуждается в утешении. Плохо, очень плохо. Развалилось все. Нас что-то придумали. Ну, не знаю, поговорим. Но все это в одном. Вот, например, возьмите, вот сейчас мы репетировали сцену из нашего спектакля. Ложа, театр. Не получается. Как и кое-что еще. Не получается. Почему никто не знает? Я не знаю. Мои партеры не знают. Вот мы сейчас выйдем на улицу. Будем дома, в театре, еще где. Будет у нас в мышечке где-то сзади сидеть мысль об этом. Будет. Будет нас мучить? Будет. Нервы. Нервы нужны. Что же ты не познакомишь меня с девушкой, отец? Не надо притворяться. Мы с тобой отлично знакомы, Феликс. Да, действительно знакомы. Мы с Наташей живем в одном доме. Соседствуем, так сказать. Хорошо, что я к вам пришел в гости. Тут Владик не находит. Ну и не надо. Я все равно пришел. Можем я с вами немного помыслить. Ну, представляете, где-то там, в бесконечных просторах Вселенной, вертится голубая планета Земля. И вот в одном из тысяч городов, на одной из миллионов улиц, в одной из миллиардов квартир сидят грустные мальчики, мужчины и грустная девочка, женщины и мысля. Давайте, мальчики, помыслим. А чем же мы помыслим? Несущественно. Теперь все ребята все время о чем-то мыслят. Как у Гоголя. Помните, у Чичикова был какой-то лакей. Он безумно любил читать. Ему было абсолютно все равно что читать. Ему нравился сам процесс чтения. Так вот, помыслим ради процесса мальчик. А Евдокимову ужасно не нравится, когда вызывают мальчика. Он еще в институте прибавлял себе года. Тяга к зрелости. Евдокимов, ты у нас старикан-старичище. К чему вся эта болтовня? Какой-то конкретный человек хватит. А ты сидишь передо мной такой чистый, вечно невозмутимый, невероятно меня презирающий. Оракул из 79-й лаборатории. А ведь на самом деле это абсолютно просто. И вообще сентиментально. И твоя пионерская любовь. Ге-о. Хватит. Молчу. Кстати, ты тоже очень прост. Старикан-старичище. Ты во всем пытаешься походить на Владика, но у тебя это плохо получается. А вот Семенов сложен. Потому что он ни на кого не хочет походить. Вы знаете, я узнал, что грубоватый Семенов хранит верность какой-то погибшей на фронте женщине. Попробуйте-ка так. Эта голубая планета ужасно вертится. Не могу сосредоточиться. Трясет. Я никогда не думала, что ты станешь Кеглярой. Потанцуй. Сиди. Поймал. Что? Мысль. В спектакле еще раз про любовь. Роль Феликс Хохи, как я его называю. Когда я прочел ее, мне она безумно понравилась чем? Что этот человек внешне циничен. Внешне ведет себя вызывающе по отношению к коллективу, которому работает. А на самом деле скрывает свою сущность, свою стеснительность вот за этой бравадой. А стеснительность, потому что человек ощущает свою неполноценность, ибо он не такой талантливый, как окружающий его. Он не может сделать столького, сколько делают люди, которым он тянется. А они его не понимают. И вот это желание пробиться к ним, быть вместе с ним, быть вместе с людьми, которые приносят пользу окружающим, мне кажется, очень ценно этому. Ценно в этом характере. А форм, вот он ведет себя таким образом, закрывая все, что в нем накипело. Что происходит? Это трагический характер. Да, трагический. И самое интересное, что зритель понял, как мне кажется, только, так сказать, негативную часть. То есть, что он вот такой циник, что он, грубо говоря, хохмач его называют, он все время говорит такими остроумными, якобы с инцентенциями, хохок, карьерист и так далее. Я просил Семенова разрешить мне вернуться в отдел. Так, дальше. Семенов сказал, что он не возражает. Он сказал, что я неплохой человек. Неплохой человек, это еще не профессия. Я узнал, что Острецова не участвует в опыте. Может, вы... Нет? Четверым там делать нечего. Ясно. Деловая часть окончена. Элик! Споришь, что-нибудь? Нет? Зря. Я очень люблю катастрофы. Поехали. Тогда предлагаю твою игру. Сыграем? А что это за игра? Это народная игра. Собираются на голубой планете Земля, двое чуть поддают и начинают говорить друг другу правду. Они пусть пока потанцуют. Я не хочу. Потанцуют. Потанцовать? Да. Здорово ты ее подмял. Полная потеря индивидуальности. Каждая женщина в сущности, душечка. Итак, правда первая. Вы не возьмете меня в отдел? Нет. Почему? Потому что ты оптимист. Правда вторая. Ты можешь успокоиться. Она сама меня бросила. Твое глупое тщеславие может быть удовлетворено. Для таких, как ты, это важно. Может, хватит, Топтыгин? Я не Топтыгин. Я животворный оптимист. Кстати, хотите узнать третью правду? Как становятся животворными оптимистами? Это интересно всем. Дорог тебе, Наташа. Может быть, хватит, Феликс? Наташа плюс Элик, Н плюс Э, получится Н. Н хватит, как говорят восточные мальчики. Итак, начали. Жил человек? Это ты человек? Нет, не я. Аноним. И в жизнь мы сравним с движущимся автобусом. Подходит такой, знаешь, блестящий автобус. Лекс. А в нем сидит интеллигентный мальчик с пальчиком. Тишайший маменький сынок. Из будущих гения. Автобус движется точно по расписанию. Школа. Призы на Олимпиаду. Золотая медаль. Автобус движется. Университет. Автобус движется. Первоклассное распределение. И вдруг бац. Что-то сломал. Принимается он за одну работу, не выходит. За другую тоже. Автобус явно остановился. Вылезает он из автобуса. Все правильно. Блестящий автобус. Люкс. Шел точно по расписанию. Но, оказывается, шел. Не в ту сторону. Как образно. Да, знаешь, ты прав. Это смешно. И ему тоже стало смешно. Так смешно, что он до сих пор не может остановиться. Все смеется на голубой планете Земля. Давайте, мальчики, смеяться. Мне кажется, я страшно измучила вас своим бренчанином. Вы кажетесь таким несчастным. Измучила, да? Напротив. Когда вы играли, я был счастлив. Может быть, даже чересчур. Вы очень любите вашего Асена. Мне кажется, я не люблю его. Я так и думал. Но зачем тогда было устраивать помолвку? Это было как бы шутку. Еще совсем недавно. Я думала, что действительно люблю его. А вы говорили ему, что ваш отец главный лесничий пограничного округа? Уж не думаете ли вы... Я ничего не думаю. Итак, когда вы говорили ему, что ваш отец главный лесничий пограничного округа? До помолвки или после? Я думаю, что до. Да. Так, а потом вы вместе с Асеном поехали к вашему отцу, который, так сказать, одобрил своего будущего зятя. А потом Асену захотелось поохотиться в лесах, принадлежащих пограничному округу. Вернулся он оттуда с добычей? Не знаю. Может быть, вы мне об этом скажете? Если это не секрет. Если бы я не была уверена, что вы исчезнете, я бы перекрестила вас. Хотя никогда этого не делала. Потому что слыхала от бабушки, что черти исчезают, если их перекрестить. Подойдите ко мне. Наклоните-ка голову. Но я хочу посмотреть, нет ли у вас рожек. Нет. Вы послушаетесь моего совета. Да. Остерегайтесь его. Достаточно, достаточно, нет, Оливьянович. Все. Ну, Лев, я просто смотрю, когда погаснет самый огонек на камере. Ну, прекрасно. Значит, так, сейчас несколько минут отдохнем и попробуем потом прогнать весь спектакль. В общем, соединить все, что сделали позавчера, вчера и сегодня. Показывается на новую декорацию переставить. А это нельзя повторить еще? Нет. Нет. Олег, вот мы с вами говорили об удаче заговорили. Скажите, а сколько удача важна для актера? Удача? Очень важна для любого актера. Немножечко удачи. Ну, скажите, вот разве это не удача, вот я себе скажу, не удача то, что я работаю в трупе Большого драматического театра «Ми Горько». В окружении прекрасных актеров, у которых каждый день можно чему-то научиться новому и интересному. Рядом с которыми чувствую громадную ответственность. Разве не громадное счастье, что я, артист Басилашвили, работаю под руководством Георгия Александровича Товстаногова, который научил меня очень многому, которому я безумно многим обязан. Он научил меня прежде всего актерскому труду. Понимание того, что актерский труд это труд, сложнейший, тяжелейший труд. Он ставит подчас такие сложнейшие задачи, что необходима громадная затрата, душевная, чтобы их выполнить. Когда они становятся твоими, близкими, легкими, получаешь громадное удовлетворение, начинаешь верить в себя. Товстаногов научил меня верить в себя тоже. Это счастье. Большое спасибо ему. И удачный включен. А чего же так испугались, сударь? Нет, я не испугалась. Рю, сударь, очень приятно, что меня приняли знакомого человека, который... Осмелюсь испортить вас, сударь, куда вы намеренно идти? Ой, право. Я никуда не шла. А чего же, например? Вы никуда не шли? Я думала, не здесь ли, маменька? Нет. Мне хотелось бы знать, а чего вы никуда не шли? Ой, я вам помешала. Вы занимались важными делами. Ваши глаза, сударь, мне лучше не всякие важные дела. Вы никак не можете мне помешать, сударыня. Никоим образом не можете. Напротив того, вы можете принести удовольствие. Вы говорите по-столичному. Вы такой прекрасной особой, как вы. Осмелюсь ли вы так счастье, сударыня, чтобы предложить вам стул? Ну, нет. Вам должен и стул отрон. Ой, право, я не знаю. Мне так нужно было идти. Какой у вас прелестный платочек. Ой, вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциальной. Как бы желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шею? Ой, я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Какой-то платочек. Вот сегодня такая странная погода. Ваши губки, сударыня, лучше не для всякой погоды. Ой, вы все этакое говорите. Я бы попросила вас лучше, чтобы вы написали мне на память какие-нибудь стишки в альбоме. Верно их знаете много. Для вас, сударыня, все что угодно. Требовать какие стихи? Ну, вот какие-нибудь этакие, хорошие, новые. А что эти стихи? Я много их знаю. Ну, скажите же, какие же у меня... О чем вы говорите? Я и без того не знаю. Я очень люблю их. Ну, у меня много их, всяких. Ну, хорошо, для вас вся хоть это... А ты... Что, господи, она? Впрочем, это ничего. Лучше вместо этого, сударыня, я представлю свою любовь, которая от вашего взгляда... Любовь? Ну, я не понимаю любовь. Я никогда и не знала, что за любовь. Ну, а что же вы отодвигаете ваш стул-то? Нам будет лучше сидеть близко друг к другу? А для чего же близко-то? Все равно и далеко. Да для чего же далеко? Все равно и близко. А да к чему же это? Вам только кажется, что близко. А вы обрадите себе, сударыня, что далеко. Ну, как бы вы сейчас, сударыня, если бы смог прижать вас с меня взятка. А что это там? Как будто бы полетела сорока или какая-то другая птица. Это... это сорока. Нет, это уж слишком, а? Наглость какая. Простите, сударыня, я это сделал из любви. Какая наглость? Я из любви, Марья Анатольевна. Я из любви. Ага, да, вы почитаете меня за такую, за провинциалку. Из любви, Марья Анатольевна, вы правы, из любви. Я так говорю, я пошутил. Я пошутил. Ну, простите же, простите. Ну, я когда-то на коленках у вас просить прощения. Ну, простите же. Ну, идите на коленках. Какой пассаж? А, черт возьми. Что это значит, сударыня? Что это за поступки такие? Прочь, прочь с глазами. Извините, но я признаюсь, привези нам такое изумление. Она тоже очень аппетитна, очень недурна, сударыня. Вы видите, я сгораю от любви. Ах, как вы на коленях. Ах, встаньте, встаньте, здесь пол совсем не чистый. Нет, на коленях, непременно на коленях. Я считаю, что это не суждено, жизнь или смерть. Опа! О, я не вполне понимаю значение слов. Если я не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери. Я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы мечаете постоянную любовь, пою, я не достоин земного существования. Нет. Пламенем в груди прошу руки вам. О, ну, ну, подумайте, вам заметить, я в некотором роде, но я замужем. Это ничего, для любви нет различия. Еще Карамзин сказал, законы осуждают. Мы удалимся под сень струи. Руки ваши, руки, пара-пара. Руки ваши, мои-то, рассказали, чтобы вы… Какой пассаж! Ах! Что? Эта! К чему? Зачем? Что за метрик лесака? Вдруг убежала, как угорелая кожа. Что ты в нём шла здесь такого удивительного, что это тебе вздумалось? Когда ты будешь знать, что такое хорошее правило и солидность постуга. Я бы не хотела. Ты берёшь пример значения Рядкина-Дядкина. Зачем тебе глядеть на них? Не надо тебе глядеть на них. Тебе есть другие примеры. Перед тобой мать твоя. Вот каким примером ты должна следовать? Анна Андреевна, не проситесь нашему благополучию. Благословите постоянную любовь. Вы... в Нью-Йорк! Да, товарищи, я попрошу тишину в студии. Мне хотелось бы прогнать весь спектакль сейчас без остановок. Поэтому прошу всех быть предельно внимательными. Приготовились. Внимание. Приготовились. Внимание. На день. Внимание. Внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok